Ну а сейчас непосредственно давайте мы перейдем к разговору о нашем первом Екатеринбургском обществе ОКОНИКОВЕГО, хотя у нас три крупные спортивные организации, они наводились почти одновременно, но все-таки, наверное, это скорее все самое первое. Но, вы знаете, очень интересное дело в том, что, конечно, я могу назвать дату 1885 год, это дата официальная, то есть с нее первые скачки состоялись 24 ноября 1885 года, это Екатерин Геев, они специально так подгадали к этому дню, но, естественно, что это не были первые бига в истории Екатеринбурга. Они существовали раньше. Вопрос только был в том, что, говорят, даже какие-то маленькие кружки спортсменов, любителей существовали, но они не были официально оформлены. То есть бегаспористы происходили. Ну и вообще, надо сказать, таких организаций официально оформленных по всей Российской империи было очень мало. Вообще, я могу сказать, что история таких профессиональных организаций, точнее любительских организаций, она начинается всего лишь с 1827 года, когда в маленьком городе Ребеня, в центре России, вот было организовано общество, они провели первые бига. Ну вот, чтобы вы почувствовали, как наш спорт трудно развивался, просто первые бига. Записано несколько лошадей, есть несколько десятков владельцев лошадей, которые вступили в общество. Это, наконец, день бегов, проложена импровизированная беговая дорожка, и вот появляется всего-навсего один скачок. Потому что все остальные не явились на скачке. Ну, владельцы пришли, но лошадей не привели. Поэтому первые наши российские бега, они состоялись следующим образом. Этот рысак бордо прошествовал от начала до конца, вообще, как говорят, очень неторопливый, горделил шаком, потому что с виновацией был несколько, приз он свой получил. Вот с этого все, собственно говоря, началось. В том же, через два года в «Лебедяне» и «Бига» шли, что называется, на Ура, потому что все поднесутся. И для этого может происходить. А в 30-е годы 19-го века такие организации появились в Москве, Петербурге. Скачки и «Бига» начались в царском селе. Ну и постепенно, крупные города, мелкие города. Так скажем, набралась и вот в 80-е годы эта волна накатилась до Урала. Здесь уже начали постепенно тоже создавать организации. Ну, тут, извините, у меня не было вокзала Екатеринбург-Тюменской дороги, поэтому пришлось воспользоваться вокзалом Уральской горно-заводской дороги. Но суть-то это дело в том, что, знаете, очень часто бывает в общественных движениях, вроде есть коренные жители города, вроде бы у них есть интерес к спорту, но почему-то должны прибыть в аряде, которые должны дать толчок, вот выступить той организующей силой. И на самом деле, вот очень часто служащие вот этой самой строящейся Екатеринбург-Тюменской дороги, это 85-86-е годы, они, собственно говоря, выступили самой такой серьезной инициативной группой. И особенно один из них, это Иван Михайлович Пыжок, но, к сожалению, ни одной фотографии этого человека не сохранились. Вот три главных инициатора, но фотография это Петра Феофановича Давыдова с крутокориентировочной, точно не знаем. Но вот примерно так он выглядел молодым, с усами, красивый. Еще Иван Михайлович Пыжок и Павел Иванович Катлеревский, служащий Верхиседского горного округа. Вот, собственно говоря, три наших богатыряка, которые основывали эту организацию. Плюс их поддержали два очень крупных предпринимателя, которые имели еще и свои поди завода. Ну, один это, собственно говоря, вот этот человек, Альфонс Памич Патлерский-Козин, собственно говоря, владелец нашего дома. И плюс еще тюменский купец Прокопий Иванович по дороге. К сожалению, у меня тоже его изображения нет. Вот они обещали нашему обществу поддержку, в том числе и финансовую. И организация действительно состоялась. Началась она с того, давайте немножко тут забежим, так чуть-чуть я с тобой не продойду. Ну, слова я уже не раз говорил «бега и скачьте», да, «бега и скачьте». Вот это, конечно, это совершенно разное состязание. Ну и начнем с того, что вообще-то это когда-то даже не спортивное мероприятие, а это конезаводчики проводили. Вот скажем, «бега» это испытание рысистых лошадей, то есть тех, которые бегут исключительно рысью. Ну и еще слово «рысак», да, мы наиболее знаменитые, все знают орловского рысака, мы видим его Григория 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 А скачьте – это вид испытания тоже на скорость, но уже простых пород. Более того, знаете, даже выяснилось, что среди рысаков-то сами понезадочники, у них есть элитные рысаки, а есть рысаки так попроще. Поэтому их можно спокойно отнести во вторую группу. Но вот как для чего все это? Ну, они выявляли наиболее быстрых лошадей и их именно отправляли в сучку. То есть выведение новых пород должно было как раз и способствовать выявлению наиболее быстрых лошадей. Но потом, естественно, пришелся человеческий азарт и, собственно говоря, бегая и скачки, они стали не просто испытанием для демонстрирования, для воспроизведения нового потомства, а именно больше всего для спортивных состязаний. Итак, вот 24 ноября Екатерина людей. Ну, это, конечно, фотография более позднего времени. Это уже начало 20-го века. Если кто-то присмотрится, то в левом углу вы там увидите глазную лечебницу имени Виславского. Это район, который сейчас, ну, сейчас он уже застроен, а тогда это пустынь между Екатеринбургом и Верхесецким заводом. Между нами, в течение двух верст проходил совершенно замечательный Верхесецкий бульвар, который обожали и Верхесеццы, и Екатеринбуржцы, потому что это было место гуляния. И летом, потому что он справа и слева был отсажен деревьями, и особенно его убили зимой. Потому что, как правило, вы знаете, вот с конца главного проспекта начинались катания. То есть, ну, садились на тройки, увешивали себя побольше шубами и ехали кататься вот только до Верхесецкого завода. Тут движение было поменьше, народу поменьше, поэтому катались на большой скорости. Вот здесь, с правой стороны от бульвара конезаводчики выпросили место, ну, проложили первые и привезли на район дорожки. Главное, что огородили забор. Вот он есть. Правда, в историях у этого ипподрома есть такие случаи, когда вот забор, действительно, он далеко тоже отнесён. А первый забор стоял недалеко от беговой дорожки. Были случаи, когда, ну, лошади и капризны бывают, да, не справился ездок с ними, и тройка её вынесла, она сбила вот это самое огороженное место, сломала забор, а там ещё был откос, поэтому в результате экипаж упал, сам ездок оказался в канаре. Ну, потом немножко там всё заровняли. Ну, вот это вот, собственно, с этого начинается ипподром. Это место было сдано в аренду. Оно полностью принадлежало Верхеседским заводам. Такой она была графиня Надежды Алексеевна Стенбок-Фервор, а потом её настребники. И, собственно говоря, вся эта территория, она вплоть до советское время, она арендовалась у Верхеседских заводов. Ну, первые постройки это дорожка, самая примитивная, простая дорожка. Ну, и, собственно говоря, первые бега, вот, считайте, четыре бега было сделано. И вот всего лишь две рысистые кобылы, два рысистых жеребца, ну и две пары, две тройки, они уже попроще. То есть тут лошади попроще. Это было всего лишь на все соревнования. Ну и, хотя всё равно, знаете, на первые бега пришли 900 екатеринбуржцев. По тем временам, если вы так скажете, что население города около сорока тысяч, ну, едва ли пришло достаточно большой процент, получается, с интересом встретили, хотя ещё никаких развлекалов особых не было, музыка не играла и тому подобное. Но, тем не менее, было интересно. Это был первый опыт, довольно удачный. Хотя, опять же, вот те же журналисты, они отвечали, что лошади странноватые. Есть такие, которые бегут хорошо, но внешний вид совершенно безобразный. Ну, что делать? Ну, это мы немножко забегаем вперёд. Давайте поговорим о самом организации общества. У него, конечно, как обычно в таких случаях, законодательный орган – это общее собрание. Оно собиралось от силы раз в два года, раз в год или два раза в год иногда. Были чрезвычайные собрания. Ну, а чтобы повседневными делами руководить, конечно, избирали исполнительный комитет. Ну, то есть, собственно, комитет так называем. Сначала его возглавляли президенты, которые избирались из состава наших Екатеринбургцев. Потом с 1896 года должность президента занимали исключительно губернаторы первой губернатора. Они в дела общества почти не вмешивались, но такими свадебными генералами быть не отказывались. Это решение правительства, и наши спортсмены-любители просто подчинились. Но вот перед вами один из них, Дмитрий Гавринович Арсентьев, очень любимый в городе человек. Ну, потому что он, как губернатор, старался не вмешиваться в дела города городского самоуправления. То есть, такой достаточно мудрый руководитель, что ли, я бы сказал. Плюс у него еще за ним депутация героя русско-турецких времен 1977-1978 годов. Будущий одесский городоначальник. Такой уважаемый человек. И второй Иван Францевич Кашко. Тоже, но он уже перед Первой мировой войной был губернатор. И тоже такой достаточно гибкий человек, поэтому отношение к нему было хорошее. Ну, даже вам скажу, что уважение к Арсеневу. У нас был Верхотурский тракт. Именно в честь него эту улицу перевиновали, сделали Арсентьевским проспектом. Ну, сейчас вы ее все знаете, в улице Яковска-Бога, собственно говоря. Правда, единственное, что там нехидно горожане их выпили, что выбрали едва ли не самую плохую улицу в городе. Верхотурский тракт, который был разбитый, там и прочее. Его назвали в честь губернатора. Ну, а вот с вице-президентами были вот такие люди. К сожалению, вы знаете, все равно. Как на все находки последних лет, видеоряд не был. Очень многих певец он просто-напросто отсутствует. Ну, вот перед вами уже Петр Феопадович Давыдов в возрасте. Время его изменило. Плюс, если учесть, что он певец, то вес набранный нисколько вас удивляет не должен. Многие, собственно говоря, певцы его облавляют примерно так же. Можно одного поворотника исполнить. Ну, а второй Алексей Евгеньевич Железнов. Он был человеком более стройным. Да и, видимо, пониже ростиком был. А вот тоже у него есть военные заслуги. Он тоже участник русско-турецкой войны. И была у него даже черногорская медаль за храбрость. Плюс, ну, и самый великолепный наездник. Правда, сразу скажу, что наездник не означает, что он в Германии сделал. Чаще всего они в Каверске ездили. Вот они выступали в роли уже вице-президента. И, по сути дела, главная власть в обществе, она в основном соседоточилась в их руках. Чем еще два этих человека интересны? Потому что это были люди с инициативой. То есть они очень часто для элементарных просто предлагали, что нужно построить, какие правила нужно ввести. То есть они действительно руководили жизни общества. Ну, и опять же, с их авторитетом считались. Вообще, тонкий спорт – это спорт нервов. Это спорт со скандалами. Это спорт… Ну, во-первых, считайте, что 99% – это мужчин. Все замешано на азарт и еще добавок замешано на деньгах. Поэтому скандалов и нервов здесь было очень много. Поэтому нужно было иметь немалый авторитет, чтобы эти скандалы потушить. Ну, вот до 1895 года, вот я вам уже рассказал, что, казалось бы, ипподром открылся. Народ сразу же обратил на него внимание. Это развлечение для семьи невиданной. Вроде как же отдаш. Но затем произошел СПАД. И СПАД был связан с тем, что почти все лидеры этой организации, они из Китеринбурга уехали. За исключением… Ну, Пыжов достроил дорогу, как железнодорожник отправился дальше. Петр Феопанович тогда все время метался. Чем ему заниматься? Предпринимательством или начать петь? Потому что у него заключали консерватория. В конце концов, в 80-е годы, в 86-м году он уехал в Казань. Поступил там в оперную трубу и очень удачно, хорошо там выступал. Поэтому он тоже уехал. Вот те самые предприниматели, которые обещали поддержку и в том числе хозяин нашего дома, он скончался в 1892 году. Причем в последние годы жизни он жил не здесь, на Урале, а жил в своем имении на территории современной Беларуси. Поэтому так уж получилось, что все инициативные уехали, и общество начало хереть. Иногда, ну знаете, иногда скачки бега проводились раз-два в год. Конечно, так общество, оно не распускалось, оно не ликвидировалось, и в то же время оно такое полуживое-полумевое. Но потом получилось так, что Петр Феопанович со своей оперной карьерой временно завершил, у него не последний такой подход будет, вернулся в Екатеринбург и с группой ненамышленников он сумел жить. И первое, что они задумывали, ну конечно, надо увлекать зрителей, да? Это обязательно нужно уже что-то построить. Не одна там и береговая дорожка должны быть хорошие места. Но может быть он с точки зрения архитектуры не самый выигрышный деревянный поверьон, но в то же время у него, видите, есть балкончик и оркестр. Есть специальные места для членов организации. Есть зрительские места, причем там, допустим, первые места, когда они были нумерованы и нумерованы. Скажем, за вход заплатили 15 копеек, очень такая тешевая цена была. Дальше зашли, там, простые места 30 копеек. Но вот уже места подороже могли стоить до 2 рублей. И, конечно, элитные места покупали богатые люди. И, как правило, они были всегда заполнены. Потом там уже появились и другие, и открылся буфет специально на этом месте. Таково ко всему, вот как-то с момента открытия павильона, и почти одновременно же в этом еще одна главная, наверное, заманута для массового зрителя – это тотализатор. Ну, один чуть похоже. Но, видите, такой павильон, один из лучших на Урало-Сибирском районе. Постоянно он достраивался. Чуть позже, видите, специально построили еще манеж для лошадей, зимний манеж. Ну, для того, что, видите, лошадей надо тренировать, опять же, о чем заботился Давыдов, чтобы у нас в городе появилось много хороших лошадей. Именно породистых лошадей, чтобы можно было устраивать интересные заезды, и зрителям было бы интересно. Добавок по всему, нужно было обручать и тем, кого мы обычно называем жокей. Ведь на первых парах, ну, что делали спортсмены? Либо они ездили сами, либо брали своего любого кучера, весом поменьше, и отправляли его, собственно говоря, на ту ноги. А что они понимали в спортивных состязаниях? Ну, вот, это все потихонечку набирало силы. И потихонечку… Вот я вам сейчас могу показать какую-то часть фамилии. Вообще общество было очень большим. Порой зашкаливал за 200-250 человек. Текучка огромная. То есть кто-то, скажем, был все это время. Кто-то приходил на 2-3 года. Причем Агафоровы, они ездили… Вот они выступали как братья Агафоровы. Потом они потихонечку разошлись, и каждый из братьев обзавелся собственными лошадниками. Андреевы точно так же. Вот я Арташева написал одного, Дмитрия Александровича, этот двоюродный брат. На самом деле здесь был Александр Александрович, Виктор Александрович, Владимир Александрович. У каждого были свои лошади, и у каждого участвовал в гневотеке. Поглевский Козов два брата, Линдер несколько братьев и так далее. То есть вообще подбор очень большой. Но женщин немного, к сожалению, так же получалось. Но, может, вы знаете, за все время это 4-5 человек, кто не вез свои лошади. Но иногда это было так, что муж скончался, конюш не осталось, женщина продолжала уходить. Но иногда поступали просто так. Ну вот, некоторые из активистов. Еще один владелец нашего дома, Викентий Альфонцевич Пахлевский Козов. Человек, хорошо знавший конный спорт. И, во-первых, у него свой конный завод у наследования от отца. Плюс еще и знания в этой области. Границчик Яков Константинович Хамутов, как его называли, король муральского хризарита. То есть у него мастерская специализировалась. Ну вот, Яков Константинович любил сам садиться в коляску и ездить. Порой, вы знаете, в 1907 году он съездил 42 раза. То есть ему это было интересно, любопытно. Но, видимо, еще и вес поспалял. Потому что для тех же Агафуровых, они достаточно полноватые были товарищи, они не рисковали, они стали использовать наездников. Еще, ну как раз, вот, Занедин Хисанедин и Чагокуров, Иван Иванович Ятис. Ну, тут, дано, ведь один татарин, другой англичанин. Великобританский подданный. Это сын совладельца Кашминской пищебумажной пабрики. Она уральская называлась. Они тоже любили в Италии с членами общества. Еще одна из немногих женщин, Эмма Федоровна Филинс. Она имела небольшую конюшню. Один из лучших у нее лжедей назывался «Защитник». Она одна из владельцев пивоваренных заводов. Вот она регулярно участвовала в стачках. Индекарточные, лучше сказать. Ну, а дети, которые здесь видят, это не ее деть. Она бездетная. Это дети, ну, скорее экономки, так лучше сказать. Еще один участник наших непосредственно беднов и скачет. Князь Дмитрий Петрович Гагарин. Вот знаменитая для России фамилия. Не только его космонавтов, а вообще князья Гагарина. Он действительно их родственник. Но правда, знаете, вот несмотря на его такую внешнюю красоту, он все-таки бывший лев в арке в гусарке. Это и положено быть. Если, как раньше говорили, если хочешь быть красивым, будь гусаром. Это было действительно правда. Потому что самый красивый мундир был в гусаре, выгод гусарских полках. Ну, правда, уже это другое мнение. Но он скорее глупый сын в семье князей Гагарина. Потому что многие гусары любят выгодить, любят покрутить. А у Дмитрия Петровича это немножко уже, как бы, даже после выхода из армии, который они там туда попросили, это уже превратилось в пагубную привычку. В результате чего его жизнь закончилась с акумпийством. Ну, вот, пока-то, скажи, кто не за ночью там был, он не участвовал в этой жизни. Ну, а чтобы привести пример из него, он был совладельцем нельянских заводов, и довольно часто проводил время там. И вот как-то однажды управляющий заводами уехал, а он снимал квартиру в доме управляющего. И осталась только жена управляющего, она уже легла спать, заперлась, а он с компанией продолжал гулять. Вот, значит, у него все спиртное закончилось, надо что-то дальше. И они решили разбудить хозяйку, и чтобы она им дала ключи от куфетов, чтобы можно было добрать еще бутылки и продолжать гулять. Она уже спит, она отказывается открывать дверь и так далее, и тому подобное. Тогда разбушевавшийся князь начинает выламывать дверь. Было, мол, но храбрая женщина встретила его, так сказать, довольно агрессивно, и использовала для отпора, ну, тогда, как правило, по другой программе, стояла ночная база. Вот, собственно говоря, с помощью этой ночной базы она храброго князя и обратила в бегство. Вот, наверное, эта история, так, собственно говоря, и осталась, особенно в тишине. Но потом горные инженеры, которые об этом не знали, они, конечно, в историю развесли. И особенно постарался один из, ну, Грумбер Жимаев, который в горке известный инженером, в своих записках описал эту историю. Вот еще один из участников, с лошадью его назвал «Красиво прогресс», Север Александрович Бибиков, один из лучших адвокатов до революционного Екатеринбурга. Вот, благодаря ему и Николаю Африконовичу Магнистскому, еще ряд адвокатов, ну, судебный процесс превратился в один, знаете, видов развлечений для горожан. Потому что порой специально в суд ходили послушать, как и происходят споры между адвокатами и прокурорами. И поскольку тогда, порой, адвокаты могли не столько ссылаться на закон, а вот взывать чувством, сидящим в зале, красивые голоса, красивые мужчины, поэтому, еще раз, ну, вот, тем более, видите, Север Бибик, он вообще такой человек, умел гасить скандалы. Это всегда его включало. Очень тихий, спокойный, почти невесомый. На фотографии он есть с женой, но жена у него настоящая русская красавица, в том факте, что он вес большой. А он, еще раз говорю, почти невесомый, он почти ничего не ел. Про него знакомые писали такое ощущение, что он питался солнечным светом. И, к несчастью для него, и должна очень любить его подготовить, и очень любить его кормить. Поэтому не всех не в гости от отваженной сети. Ну, вот, он его использовали как в судью стартеров, или просто в судью, чтобы можно его в конфликты расстрелять. Так что, видите, люди из разного круга. Но могу добавить, что здесь можно было найти, вы знаете, даже извозчиков. Не воспринялось вступать в общество и участвовать. То есть здесь, в данном случае, элита городская. Она легко перемешалась с обычными гражданами. Ну, вот еще один сидит, старообрядец Сергей Осетович Казицын. Ну, а тут я вам в одну деталь обращаю. Вот почти все мужчины того времени, а уж они заботчики, обязательно, это усы. Это такая, знаете, отличительная часть мужчины. Потому что даже слово «безусы» звучало как оскорбительное. За усами ухаживают, были специальные приспособления. Вот видите, у него, они там еще такие загибающиеся и прочее. В городе даже шутили, как-то, знаете, была в 1911 году, мощнейшая магнитная губь. И, как писали журналисты, эхидные, что в этот день размагнитились даже у сына Давыдова и ее позиции. То есть опустились вниз. Ну, а это вот, давайте мы вернемся к названию лошадей. Их было, конечно, много, как видите, всевозможное. Но давали что название? Лифо по стати, либо по каким-то привычкам. Ну, видимо, барбар, он и так вел себя, соответственно. Забастовщик, это значит, что... Ну, иногда, вы знаете, когда начинается бега, а лошадь стоит. Ее попонукают, она просто элементарно стоит. Ну, в калибре, видимо, за какой-то это запрышки, скорее всего. Не за маленькие росты, а тут нужно определенные своеобразные прыжки. Ну, и так далее. То есть, вот видите, здесь и лиходей, и никодой, и наглец, и прогресс, и сокол ясный, и страус. Ну, извращались по многим. Ну, вот видите, буйный, бравый, бурливый, берегись, догоняй, уйди, вырнусь. Ну, это уже явно характер, да, сразу чувствуется. Ну, подобных вещей. Вот это, кстати, лошадь, лошадка из конюшни, из завода Ивана Альфонсовича Патлевских поездок. То есть, это не так давно удалось эту фотографию раздобыть. Он ее возил на выставки, она отмечалась наградами и так далее. У нас и конезаводы некоторые были неплохие. Ну, а где закупали подобных лошадей? Ну, вот один из известнейших российских конезаводчиков, Илайон Бранцов-Дашков. У нас даже мы подробно в честь его назначали призы. Многие лошади были из его завода. Еще один знаменитый конезаводчик, великий князь Николай Николаевич. У него тоже был великолепный завод. И наши Екатеринбуржи к нему обращались, лошадей покупали. Но были и местные. Дмитрий Павлович Соломирский, совладелец из сельских заводов. У него свой конезавод был, доставшийся от отца. Но, опять же, отец у него видит два гусара, лошадя, кто узнал. Еще один конезаводчик, но это уже купец, корни тагильские. Сам Шадринская, Африка, Бринбуч, Ушков. Тоже свой, значит, доходил. Ну, и еще раз говорю, они видовали. Ну, а вот теперь немножко в сторону идем. Вот одна из скричек лошадей. Без запуток. Вот, когда я вам показал ряд скричек, многие понятны. Ну, в честь, там назвали лошадь гренадерам, гренадерам. Это понятно, почему лошадь высокая, статная. Африка, такие русские гренадеры. Да и вообще все как-либо, французские, немецкие и так далее. Вот что за слово гизатура? Явно такое восточный подтекст у него есть, угадывается. В конце концов, не выдержал полезный интернет. Оказалось, это любопытная лошадь. Во-первых, гизатура у нас с восемнадцатого века было великое множество. И мужской, вот эти клички, они, по-моему, как мужской лошадь, так и лошадям добавились. За что? Вот оказалось, что даже у Ивана Николаевича Толстого, а у него брат был, он незаводчик, он вообще в этом деле разбирался, плюс еще и консультировался. Но вот его лошадь, одна из его произведений посвящена лошади холстомерам. И если вы вспомните, за что за эту лошадь назвали холстомером, он бежал так ровно, словно холстые мере. У него шаги были одинаковые. Так вот, вздыхал он там, стоя в конюшниках, когда уже ему списали, что называется вздыхал он по некой изопудше. Правда, толстой парень немножко изменил, он написал вязопудше. Но тем не менее, вот еще, слово такое знаменитое, и вот еще видите, даже стихи существуют. Нашлась такая дура, что не спросясь амура, пошла за вязопудом. Но в данном случае уже имеется в виду, конечно, не лошадь, а человек конкретный. Выяснилось, что у нас на Руси водились князья, в одних случаях пишут гранд-графы, в других случаях князья. Вязопуд порюшский или порюш-вязопудские. Выходцы из Индии. Как-то информации о них мало, народ пишет, то ли они индийцы, то ли они цыгранцы. Мне как это пишут, наверное, скорее истинно посередине, они индийские цыгранцы. Но в любом случае из знакной семьи, по каким-то причинам им пришлось бежать из Индии, а не Осетии, в России. И один из этих вот вязопуров жил недалеко от имения уже сына. Это Абрам Петрович Ганнибал в художественном изображении. Его сын Осип. В отличие от киношного Ганнибала, их личная жизнь у отца и сына не складывалась. И там были проблемы, и здесь были проблемы. Так вот, этот самый Вязопуд соблазнил жену Осипа Петровича. Собственно говоря, и почти все эти злобные стихи. Там доходило вплоть до разглядов, до скандалов. Пытались им как-то тендой организовать и прочее, но не брали. Но вот этот конфликт накатился даже для Александра Сергеевича Пушкина. Он знал о них. Но иногда еще, знаете, слово Вязопуд использовали еще и как кличку для мужчин, которые отвечали с невыкновенным цветом лица. Так что, если Александр Сергеевич Пушкин за своей стилой слышал. Потому что у него тоже оттенок своеобразный, да, у вас еще? С априканских подтекстов. Так что, вот есть и такая интересная. То есть, все эти некоторые клички, они имеют очень долгий, если такой своеобразный срок. Теперь немножко давайте о другом. Ну вот я уже говорил вам, что есть билет. Начинали они с 15 копеек, потом потихонечку цену поднимали. Вот это все входные билеты на ипатрон, дальше еще отдельно покупали билеты на места. Ну, если у вас, конечно, действовал билет, то тут еще, разумеется, нужно было потратиться на какие-то билеты. Оркестры бесплатно. Иногда я играл даже два оркестра, причем специально приглашали. Иногда я выступал оркестр при бальной музыке, а в некоторых случаях играли военные оркестры. Они просто марши для скачек подходят лучше всего. И, естественно, что это одна. Разумеется, еще были и взносы членов общества, это тоже парнировало финансы. Но самое главное, это, конечно, тотализатор. Вот все считали зло, невероятное зло. Но, знаете, это как вот азартный никлик в клубах, мы еще сами когда-то из других лекций доедем. Тоже все ругали карты, все ругали волоком, но также тотализатор. Но, тем не менее, это один из главных источников дохода. Конечно, горожане очень быстро подсилили на тотализатор. Ну и вообще ласковым звали Татошин. То есть, редко кто пользовался словом Татошин. И появилась такая даже группа населения наших ветеринбургских звали Татошин. То есть, это профессионально. Они не столько интересовались сами скачки, они плохо разбираются, можно даже в лошадях, если важно. А вот прийти приз поставить, выиграть. И действительно, ну, порой случались серьезные выигрыши. Ну, там, знаете, вот когда-то уже Сталин для лошади одного нашего купца по фамилии Ахонник. Она тут взяла на юриду. Ну, потому что соперники не так плохо нехорошую дистанцию прошли. В результате по 60 рублей на билет. Вот по темно-революционным временам 60 рублей, я могу сказать, что, ну, допустим, для педагога это заработок за два-три месяца. А тут за один раз вы поставили там какую-нибудь рубль, получили 50 рублей прибыли, 59 рублей прибыли. Это в том случае, если вы купили один билет. Поэтому, конечно, тотализатор подстегивал интерес. Это был самый главный интерес. Но тот, кто, опять же, когда Давыдов задумывал, он не пробивал его катализатор, он его задумывал как бумеранг. Потому что, с одной стороны, вы приманиваете зрителей. А с другой стороны, раз вы собираете больше средств, значит, вы можете тратить больше денег на обустройство иплодрома. Вы можете увеличить количество призовых денег. И тогда многие владельцы конюшен уже не сидят дома. А им хочется поучаствовать, сказать, набегать там за 30-40 рублей. А, скажем, за 100, за 200, за 500. А у нас, ну, самая большая, по-моему, сумма, это 10 тысяч рублей. Ну, это уже в годы Первой мировой войны. Это уже немножко инфекционные деньги. Но, тем не менее. То есть, уже появились очень крупные выигрыши. Правда, их всегда удивили. Потому что, либо первой, второй лошади, либо третий лошадь занимал. Ну, естественно, самую большую сумму получали те, кто занимал первое место. Вот, мы уже видели первое название нашего общества. Оно было, называлось, оно было любительское. И называлось чисто любительское общество охотников конского бега. Но вот государство, которое развивало конное заводство, оно нужно было на арте, арте, оно нужно было для сельского хозяйства. Они потихонечку старались все эти любительские организации подчинить себе. И даже с точки зрения смены названий. В конце концов, у нас эти екатеринбургцы тоже поддались. И они перед себя переименовали. Ну, где-то с конца 1903 года, а уж с начала 1904-го, точно, Екатеринбургское общество поощрение конозавозов. Так оно называлось. Вот даже если я сейчас верну, и вы рассмотрите, вот тотализатор... Нет, даже... Да, вот видите, тотализатор общества охотников. А на другом билете уже общество поощрения конозавозов. То есть, эта такая смена произошла. Вот, но, собственно говоря, первое время у нас, знаете, было... Они, когда организовывали бега из скачки, они сначала делали даже 4 сезона. Разбивая, как у нас, летние сезоны. Это осенний, весенний, зимний. Потом, потихоньку, потихоньку, они остановились на двух сезонах. На летнем и осеннем, и зимнем. Но они так растягивали, что захватывали ритм. Причем, они не были, как молд, одинаковые всегда. Каждый год, в зависимости от погоды, они меняли... Например, зимний сезон мог начаться в январе. А летний, получается, мог закончиться где-нибудь в середине декабря. Все очень относительно, но, тем не менее, еще раз. Но вот реклама, опять же, газетчики, чем могли быть добавлены? Потому что реклама регулярно появлялась, поэтому это прибыль. Ну и, опять же, народ, кто больше прибегал, это не видите, в 3-летнего сезона. И всегда есть некоторые различные мероприятия проводились. Но это вот тот же самый подруг, только немножко другого. Видите, есть часть рублей, но они тут уже... Ну, это лучшие листа впереди, но, с другой стороны, очень часто народ приходил, несмотря на то, что вроде бы там стулья стоят и кресла, какое-то буклублевое и так далее. Ну, народ пробивался. Из-за этого повода даже скандалов сколько угодно было. Потому что члены общества, которые должны были сидеть в своей членстве, беседкой, они разливались со зрителями. А там дешевле было. Поэтому экономили и на этом. Но, еще раз обращаю внимание, что если вы обратили... Вот, опять же, я уже говорил, что увеличились призовые деньги. Вот посмотрите, оно в 1930-й год. Не самый простой, не самый легкий год в истории нашей, но это Троицкий кипец в Диркур, я уже... Он приехал из Троицкой со своей бюджетной. И вот в течение года 4,5 тысячи он заработал на бельгарской скачке. Но самый младший, самый маленький выигрыш, это вот тот самый Ахонин, который я упоминал, он уделился времени только 15 минут. Вот. Но оставите остальные. Причем, еще раз подчеркну, некоторые из них, они в сущности ехали сами. Вот, как тот, господин Хомутов, 42 раза. А его коллега, вот Алексей Иннокенович Железнов, в том же 1907 году, он съездил всего лишь 9 раз, но выиграл 9 первых призов. И получил, ну, примерно, где-то 1400 призовых денег. То есть это, в общем, такое немалое подспорье в бюджет. И вы знаете, если сравнить с какими-то торгово-промышленными заведениями, то порой владелец конюшни получал денег прибыли больше, чем вот торговцы или заработчики. Так что здесь смысл это имело. Правда, если честно, то и содержание расистой лошади вот такое, это тоже не дешево. Потому что нужно здесь было не просто какого-то рядового кодина, ее нужно было и кормить, и выгубить, и, естественно, обучать. Ну, а можно сказать, что у нас, видите, на скачке или бега допускались с возраста 3 лет. Во-первых, мы кормили нам 2 года, только обучение. И ездили, но порой до 14-15 лет, потому что, опять же, каждая лошадь и нашеобразная, у нас получается. Иногда некоторые, ну, расцвет лошади бывает, 7-8-9 лет, а некоторые умудряли свои игры в 12-13. То это, опять же, индивидуально у каждого скачуна, собственно говоря, это происходит, и нужно тренировать. Ну, над нашими порой посмеивались, потому что, видите, опять же, не все понимали толку в этой вывеске. Но вот постепенно все это налажилось. И еще вот я вот уже на Явушево вам внимание прощаю. Видите, опять же, раз дела наладились на инфодроме, то поехали, и на дороге есть спортсмены. В Явушево у них как раз вообще несколько братьев, у них были замечательные конюшни, которые они возили в Москву в Мидербург, и там немало выигрывали. Уже это, как вы знаете, символ качества нашего инфодрома. Ну, плюс еще, видите, конечно же, все беговые конюшни, на чем они, естественно, зарабатывали, это, опять же, сручка. Тут уже никуда не деться, потому что допускали в общественную сручку, это вот замечательный Владимир Васильевич Линдер, сын аптекаря, сам больше предприниматель, но владелец хорошей конюшни, сам тоже любил ездить, многократно ездил на лошадях, что называется, участвовал в состязаниях, но на этом тоже подрабатывал. Но вот это Алексей Антоногенович Железнов, это вот тот самый дом Железнова, который вам сейчас повезло на реконструкцию какую-то своеобразную. У него тоже была своя конюшня, и вот как раз это место, где деревянные домики накопились, именно его в первую очередь уничтожили. Но он уже не знаменал ничего, это, видимо, скорее всего, один из сыновей. У него и было три сына, но, к сожалению, мы их лица не можем что-то различить. Но это сам Алексей Финатоногенович, он сидит как раз у себя в саду. Правда, не знаю, по интернету гуляет байка о том, что у него когда скончалась жена, он ее в таком саду и похоронил. Такая устойчивая очень байка, но сразу скажу, что, да, она действительно скончалась в оперном театре, просматривая спектакль. Но в метрической книге Кафедрального собора есть запись о том, что она была пета в Кафедральном соборе, а потом похоронена на мастинском платоще на родительнице в женском министере. Потому что какие православные традиции не предусматривают захоронение жены в водоле, не собачкой, извините, полгантной и так далее. Они утверждали, что он там любуется. А вот теперь немножко поговорим раз в бега, то вообще в тип бегов очень много везде американцев. Они дорожку закругленную придумали, они придумали специальные сиденья. Вот у нас это тоже было такое. Но иногда, знаете, пишут, беговые санки, но в данном случае американки. Видите, два колеса, небольшое сиденье облегченное, чтобы лошади, мягко говоря, всадник не очень, так как птичьи в правах, там сидит. При любой тряске он бы вылетал. Но это не единственная форма. Вот, скажем, в Саратове такая американка, видите, он почти как велосипед, он сидит еще над колесами на метр на два, ну сколько там, полметра, наверное, чуть меньше метра. Ну, не знаю, насколько это устойчиво, но вот в Саратове где сидит пол, почти на хвосте лошадей пустались, присмотреться. А лошадки-то порой разные бывают. У нас на иплодроме, могу вам сказать, что, ну, конечно, как только появился тотализатор, когда появились немалые деньги, разумеется, стали появляться в мошенничестве. Этим занимались владельцы лошадей, этим занимались и сами наездники, потому что тоже в них есть возможность заработать. Можно было тайно сделать ставку. И, ну, прежде всего, сами же журналисты писали, что вот видно, лошадь выиграет, вдруг ее явно на иплодит начинает сдерживать. Протягивает по воде, делает еще что-то. Несколько сбоя лошадь либо вообще снимает, либо она приходит чуть позже. Зато потом, как они пишут, на иплодит, радостно бежит к окошку, где-то дают деньги. Был даже один умелец у нас по фамилии Пизмины. Он молодой бронишкой, очень гибкий, вес небольшой. Так вот, когда он уже финишировал, он еще любил переваливать через голову лошадь, для себя акционально не значит, и быстренько бежать в сторону тотализатора. Хит у него такой. Ну, еще и публика, конечно, была в восторге и в ужасе одновременно. Но однажды, и у него был поворок вперед, поворок назад. Но однажды ему повезло, потому что он поворок назад сделал, а лошадь, видимо, испугалась, и она с задней ногами нанесла сильный удар. Но, к счастью для него, просто над головой просвистело и цел остался. Иначе, ну, почти, что уж не нравится. Ну, вот, я уже говорил о суммах призовых. Президентские, но это в данном случае в честь президента, то есть одного из гибернаторов. Бывали вице-президентские. Причем никому не воспринялось учреждать призыв через себя любимого. То есть, допустим, у нас существовало два Давыдовских приза. Один – это приз уважения общества к Давыдову, а то они учреждали. А другой давал сам Петро Феофанович деньги или какую-то ценную вещь. Ну, например, это было серебряное ведро или какой-то серебряный чайный набор. Пожалуйста, участвуйте. Были Акапуровские призы, еще и так далее. То есть, многие учреждали. Покремский пользовал различные вещи, деньгами давали. Ну, поэтому участвовать. Вот еще одна беда наша. Вот я специально это засуду, хотя она не имеет непредответственное отношение к нам, к Екатеринбургу. Вы знаете, общество прощения, когда зовут Святеринбург, издавало массу всевозможных вещей. Это, естественно, программы и многое другое. Сохранилось очень мало. Вот это вот, чтобы вы просто оценили это все полиграфическое время, это московское. Ну, и там есть и другие города. Вот уже одно к нашему, в частности, очень мало. Но это снова ипотропов. Единственное, что обращаю ваше внимание, ипотроп – отличная площадка. Поэтому его использовали не только для конструкции. В данном случае, видите, толпа высыпала здесь на поле. Это потому, что здесь учащиеся средних учебных заведений показывали так называемые сокольские упражнения. У нас тогда в мужской гимназии, в реальном училище, в женских гимназиях преподавалось по чешской методике, так называемой сокольской гимнастике. И вот у них были… собиралось несколько учебных заведений. Сначала у них были как бы отдельные выступления. Каждое училище отдельно взрывало, а потом общее. Довольно интересно, чисто визуально симпатично это выглядело. И народу, конечно, было много. Иногда как-нибудь велосипедисты просились, а иногда и нарождающаяся авиация здесь появлялась. Потому что, опять же, где еще можно разогнаться и потом нормально сесть, как и здесь. Поэтому, да, вот здесь авиатор Васильев, авиатор там другие некоторые. Они здесь точно принимали участие и… Ну, это те же самые «бегая скачка», о которых я говорил. Но, вернёмся, вот много было юбилеев. Я уже вам сказал, что были кризисы, много были сложности. Но вот свой юбилей они отпраздновали в 1911 году, двадцать летний юбилей. Ну, и нехитрый подсчёт, отказы, какого мы года не считали своим основанием. Вот такой вот жетончик был выпущен. А вот фотография эта, чем интересна, она из нашего областного художественного музея. Так вот, по описанию газеты, вот в тот же день, когда праздновали юбилей, вот портрет Давыда вот в таком же виде, когда вот это его излюбленная одежда на ипподроме. Белый картуз, вот это название кучерский кафтан вот такого типа. Ну, правда, видите, тут у него и золотая цепочка есть, и многое часы еще есть в карманах. Тоже, видимо, торчат скорее всего золотые. Вот они таким портретом его украсили, признавая, что для общества он сделал намного больше, чем многие другие члены. Правда, без кардала с ним не обходилось, потому что он человек достаточно скучный. Вот как раз вот он все время настаивал, чтобы все члены общества ходили только в членскую будочку, сидели там, и поэтому, когда его не поддержали, он отказался. Потом, позднее, его сын Петр Петрович уже возглавлял это общество, семейный подряд оказался. Но еще раз подчеркну, для общества они сделали многим. Потому что и правила многие были разработаны ими, но они и отталкивались от вообще российских правил. И, конечно, многие постройки на ипподроме, развитие самого конного спорта, приведение конюшен хороших, это все во многом мы обязаны от Митрия Афановича Давыдова и его сподвижника. Но, что касается дальнейших событий, то интересно, что, знаете, сколько бы ветра под нами не проносилось, вот началась Первая мировая война, конечно, часть спортсменов ушла на фронт. Особенно из числа простых изборщиков и так далее, их, конечно, призвали. Наездники многие оказались на фронте. Да и из числа юридии городской тоже, там, и те же врачи призывали на барыню и так далее. Тем не менее, скачки все это время продолжались. То есть они и бега, и скачки, и даже порой они программы были более насыщенные. Когда пришла другая времена, то есть у нас начинается 17-й год, февраль, октябрь, не смотря ни на что, вот бега, скачки, это была неизменная часть нашей патеринбургской повседневности. Да, между этим, между всем. Но вот особенно, когда красные появились действия, то есть большевики взяли власть, тут начались и часть вот хороших лошадей оказалась естественно футбизированных для формирования уже воинских частей. Но может в этом случае бега продолжали, вот видите даже перед вами. Это объявление 18-го года. Начинается январь, в среду 22-го и января, общее собрание. Но поскольку подробно было попасть сложно, из-за военного, почти военного, собирались в магазине братьев Абекурова, проникали с Покровского проспекта. Но это, вот видите, еще раз я говорю, несмотря ни на что, это 2-е февраля 18-го года, то есть это еще прибольше лета. Но, тем не менее, какой-то очень интересный такой лозунг у них возрождение, где-то Российской общества весит тысяч рублей. Ну куда эти деньги предназначались, только можно догадываться. Ну, когда пришли чехи и белые, то скачки продолжались. И, собственно говоря, вы знаете, они заптихли только к окончанию гражданской войны, дойдут только на некоторое время. Да, часть нашей городской университеты из города уехала, и далеко не о всех мы знаем, чем они закончили, где они закончили свою жизнь. Про кого-то знаем, про кого-то нет. Но, вот скажем, немало тех людей, кто стоят и обнимел отношение к конному спорту до революции, они его возрождали в 20-е, 30-е годы. Когда-то наши патроны, то его расширили. Он теперь уже стал как не Алина Ярдова, а нормальный. Вот у нас были свои созданные мощные государственные конезаводы, и, бегая скачки, продолжались. Более того, у нас были свои рекордсмены, которые приезжали на московские и ленинградские подороги, там, что называется, рвали других конкурентов. Да и не только у нас. Вот посмотрите эту рекламу. Это Камышло. То есть в то время, в 30-е, 40-е годы, полный спорт развивался. Ну, надо сказать, развивался он все в старинское время. И даже после склятия Иосифа Бестерионовича еще по инерции все это продолжалось. А потом почему-то на него ополчился Никита Сергеевич Крущев. И, в частности, он, мягко говоря, убил и наши подороги, потому что он когда-то приехал в буржуазные пережитки. И, собственно говоря, вот на этом история нашего конного спорта закончилась. Но сейчас такое идет возрождение, когда появляются вновь владельцы дорогих лошадей, играется в своих конюшниках. Кольки уже бегаясь. Но, в отличие от других городов, пока своего импотрома, к сожалению, нет. На это у меня пока все. Давайте я готов ваши вопросы слушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok